Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами прочитали до 29 глав включительно книги «Исход». Мы видели, что в книге «Исход» содержится множество постановлений о священническом и первосвященническом служении, постановления о жертвах и постановления о одеждах священнических. Все это имеет свой преобразовательный смысл, который во всей полноте исполнился в Церкви Христовой, установленной здесь Спасителем. Иисусом Христом и на самом Господе Иисусе Христе. В послании к евреям апостол Павел объясняет все прообразы, которые были в Ветхом Завете, и пишет следующие слова. 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей совершенящей скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телится через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который духом своим принес себя непорочному Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Апостол Павел, объясняя в послании к евреям, еврейскому народу, который очень хорошо был знаком с практикой, то, о которой мы с вами читаем, ветхозаветного священства, ветхозаветное служение Богу, жертвоприношения, для них некоторые люди спрашивают, почему это так было, почему были приносимы животные, беспятная порока. Для них это была самая лучшая иллюстрация, самое лучшее указание на того, что придет Мессия, беспятная и порока для искупления человеческого рода. И мы читаем с вами 30-ю главу «Жертвенник для воскурения». Первый стих сказано по велению Моисею, «Арону, сделай жертвенник для приношения курения из дерева сетим, сделай его, длина ему локоть, ширина ему локоть, он должен быть трехугольный, а вышина его, два локтя, из него должна выходить». Далее говорится о том, что «сделай вокруг него золотой венец». Опять это указание и на терновый венец Христа, и на венец тот, который святые угодники Божии восхитили в Царстве Божие. «Под венцом его на двух углах сделай два кольца». Далее шестой стих говорит о том, «Поставь его перед завесой, у которой перед ковчегом откровение, против крышки, которая на ковчеге откровение, и я буду открываться тебе». А по этому поводу беда достопочтенной святой пишет следующее цитата. Он видит в ковчеге прообраз Христа. Вот что он пишет. «Христа прекрасно преобразует ковчег Завета, который находился за завесой, и в котором был золотой сосуд с манной, и жезл арона, процветший, и скрижали Завета, потому что сам ковчег означает его человеческую природу. Сосуд с манной — полноту божественной природы. Жезл арона — его священническое значение». Мы знаем, что Христос был из потомок арона, и священническое служение, и царское служение воплотилось в Иисусе Христе. Здесь беда достопочтенной так и указывает. Еще раз удивительные его слова. Он пишет, что «Христа прекрасно преобразует ковчег Завета, который находился за завесой, в котором был золотой сосуд с манной, и жезл арона, процветший, и скрижали Завета». И далее дает такое истолкование, потому что сам ковчег означает его человеческую природу. Сосуд с манной — полноту божественной природы. Жезл арона — его священническое значение. А скрижали, продолжает он, его незыблемость, поскольку Он, то есть Христос, и есть Тот, кто дал закон и даст благословение соблюдающим закон. Далее мы с вами читаем. В 10 стихе сказано, что «Арон будет совершать очищение». На ковчеге были еще рога для удобства его перемещения, когда народ израильский путешествовал по пустыне. «Будет совершать Арон очищение над рогами его однажды в год». Что это за очищение? Вот Климент Александрийский пишет следующее, что это день умилостивления. «Истинный первосвященник мой, — говорит он, — Господь Иисус Христос, был чевоплоти, был с народом целое лето. То лето, о котором он сам сказал, благоставать нищим послал меня и возвещать лето Господнее благоприятное и день отпущения. «Я вижу, как единожды в это лето, в день умилостивления, Он, Христос, входит во святая святых, то есть, исполнив предназначение, восходит на небеса и приходит к Отцу, чтобы внушить Ему благосклонность к человеческому роду, чтобы молить Его за всех верующих в Него». И далее продолжает. «Постигнув это Его умилостивление, которым Он примирил Отца с людьми, апостол Иоанн Богослов говорит, «Это я говорю, дети, чтобы мы не грешили. А если мы и согрешили, мы имеем ходатаря перед Отцом Христа Иисуса, праведника, и Он есть умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 2 глава 1-2 стих. Также и Павел подобным образом упоминает об этом умилостивлении, когда говорит о Христе, цитата, «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру». Послание к римлянам 3.25. Итак, заканчивается такими словами. Итак, дел умилостивления остается для нас, пока не зайдет солнце. То есть, Бог за нас ходатайствует, ходатайствует Христос перед Богом Отцом, как мы поем в символы веры, «Вошедший на беса и сидя одесной Отца», до тех пор, пока не зайдет солнце. То есть, пока этот мир не достигнет своей кончины. Далее мы с вами читаем следующее. Это, ну, что здесь еще в 30-й главе, на что стоит на многое можно обратить внимание. Слово повторю, что невозможно объять необъятное. Но, тем не менее, 30-я глава, 11-й и 16-й, пожалуй, стих достаточно интересен. Сказано, «Богатые, что каждый должен дать прообраз искупления, выкуп. Богатые, не больше, бедные, не меньше, должны давать в приношение Господа для выкупа душ ваших». Возьмите серебро и так далее. То есть, каждый человек приносил Богу какую-то милостину. И эта милостина, она всегда означала и указывала на то, что без милостыни подражание Богу сказано «блажены милостивы, ибо они помилованы будут». Это указание на заповедь блаженства. Поэтому сказано о том, что каждый тогда преобразовал и как бы приучался быть гражданином Царствия Божия, потому что никакая нечистота и то, что не подражает природе Бога, не может войти в Царствие Божие. В этом смысле мы помним с вами слова Господа Иисуса Христа в Новом Завете, когда Господь говорил о богатом землевладельце, который говорил, что «разбогател, я ни в чем не имею нужды». То, что и повторяется в книге «Откровения», когда относится к ладыкийской церкви, которая уповала только на свое богатство. Также этому богачу Христос говорит «горе человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит». И апостол Павел об этом пишет. «Какой выкуп человек даст за душу свою». То есть здесь обличается скупость. Когда человек не приучает свое сердце и свой образ жизни к милостине, то он не подражает Богу-творцу, о котором сказано, что он Бог милостивый и милосердный. А все, что не сообразуется со Христом, сообразуется с веком сим. Апостол Павел нас предупреждает и говорит «не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Далее 30 глава, 17-21 стих, говорится о медном умывальнике, который там в Скинии был, как необходимость для омовения священника, прежде чем он приступал к таинствам и жертвоприношениям. Вот опять же Святой Бедоспочтенный видит в этом умывальнике про образ крещения и покаяния. Он пишет «Под этим сосудом, цитата, или умывальником, как называется он в дальнейшем, можно понять прежде всего воду крещения, омовением в которой непременно очищаются все, кто приступает к двери церкви». Действительно, поскольку в Скинии Завета был расположен также жертвенник всесожжения, дважды в один и тот же день, утром и вечером, сами священники, когда входили в алтарь, чтобы вознести Господу Фимиам, должны были совершать омовения. А водой крещения мы укрепляемся лишь однажды. Позже этот умывальник представляет нам омовение от угрызения совести и слез, с чем мы всегда имеем дело, но особенно, когда приближаемся к совершению небесных таинств. То есть, видим, что здесь Беттос Почтена говорит о том, что крещение, возможно, только один раз, но говорит нам о покаянии. Если после крещения человек впадает в согрешение, то для него тоже есть омовение, слезами покаяния, очищение совести от гнусных дел и тех пороков, которые проникают из страсти в его душу. Омовение совести. Вот, например, Григорий Великий пишет следующее. «Моисей, цитата, ставит умывальник из меди, из которого священники должны были умываться и входить в святая святых. Ибо закон Божий прежде призывает нас омыться уколами совести, чтобы наша нечистота не оказалась препятствием для проникновения в чистоту тайн Божих». Конец стат. То есть, мы видим, что здесь Григорий Великий, святой, предупреждает, что наша нечистота — это препятствие Богу для вхождения в нашу совесть и в нашу жизнь. Действительно, говорится о том, что Бог всемогущий и всезнающий, но Бог без нашей свободы не может войти в нашу жизнь. Не помню, рассказывали, как однажды к Амбрусию Оптинскому приехал один такой софист, нигилист, и начал спрашивать его, что вот если ваш Бог такой всесильный, может ли он быть таким всесильным? Если он всесильный, сможет ли он поднять такой камень, который сам поднять не сможет? И тогда Амбрусию Оптинский посмотрел на него и сказал, чадо мое, это неразумное. Господь уже поднял такой камень, и это человек. Человек постоянно падает, отступает от него, Бог все время поднимает и очищает. У Авы Дорофии есть очень интересное поучение, оно так называется, о совести. Он говорит о том, что совесть — это некая искра Божия, как естественный закон, который был дан человеку при его сотворении. Поэтому совесть, она нам всегда подсказывает то, что мы делаем неправильно. Иногда, совершая какой-то грех, мы знаем, что о нем, в общем-то, и никто и не узнает, но говорим, что муки совести, они не дают нам покоя. Хотя бывает такое состояние у людей, когда уже сказано о них в Священном Писании, люди с сожженной совестью, когда и уже измучив сами себя, и, в общем-то, совесть, сложно им прийти, и сложно услышать призыв Божий. Но, тем не менее, как мы с вами видели, что покаяние для человека всегда есть. Как говорил об этом и Кирилл Александрийский, о том, что пока не зайдет солнце, и пока этот мир не достигнет конца, для человека всегда есть шанс вернуться к Богу. Вот этот медный умывальник, который был перед Скинией Завета, как прообраз перед церковью, всегда некий такой призыв, призыв к свистовому крещению, призыв к тому, если человек и крестился, но в церковь не ходит, то вернуться ему и примириться со своей матерью, с матерью церковью. Я помню, расскажу последнюю, может быть, историю, как однажды еще, когда я был совсем молодым человеком в студенческие годы, один мой сокурсник, он разуверился в Боге и сказал, да нет, это советская церковь, она красная церковь, сотрудничала там с КГБ, вот я нашел целую кучу документов, а мне так хотелось учиться, я как-то, я говорю, ну, я сам еще не знаю всего, съезди к кому-нибудь из старцев. И вот он поехал тогда, я уже точно не помню, по-моему, куда-то в Калужскую область, да, по-моему, даже в Пафнуте-Боровский монастырь, и тогда, когда он приехал, то я у него спросил, ну, что ты выяснил там все для себя, он долго молчал, не хотел со мной разговаривать, но потом сказал, да, я говорю, ну, расскажи, как все было. Он говорит, я приехал к старцу, начал ему все рассказывать, целый час рассказывал, он меня слушал, я говорю, ну, а потом-то? А потом он мне говорит, когда я уже остановился, он говорит, ну, ты все рассказал? Я говорю, да. Он говорит, да, все. И тогда он меня спросил, а тебя где крестили-то? Он говорит, да, в Москве, там, в том-то храме. Говорит, а, видишь, вот ты уже первый класс семинарий закончил. Наверное, знаешь, что такое крещение? Он говорит, ну, да, крещение — это рождение. А, рождение? Ну, вот, говорит, церковь, она твоя мать, она тебя родила. Может, она и больна сейчас по человечеству, но больную мать не оставляет. Ну, иди с Богом. Это надо всегда помнить, что церковь, она наша мать. И если мы видим какие-то недостатки по человечеству, то как мы прощаем свою родную мать? Неужели мы не можем простить церкви и примириться с ней? Потом скажу, что если мы что-то доброе и услышим, недоброе услышим о церкви, то представьте себе, если мы что-то недоброе услышим о своей матери, ну, какая будет реакция? Сначала, наверное, как-то этого человека, может быть, и, да, поколотить, не знаю, но если он говорит, что он наша мать какая-то блудница или еще кто-то. Ну, а потом все-таки, наверное, прийти и спросить у матери, так ли это на самом деле. Поэтому не будем сразу как-то бросаться в разные крайности, но будем помнить о том, что Бог нас всегда ждет, и вот этот медный умывальник, который стоит у ветхозаветного храма, он также и не теряет свое актуальное значение и сегодня для тех, кто не крещен, чтобы войти в церковь Божию, а если кто крестился, для того, чтобы, несмотря на все слухи, информационные сплетни, все-таки прийти и спросить у своей матери, если крещен, так ли это на самом деле все, что говорят о тебе. Продолжение следует...